Вас приветствует Кабинет Никитенко. Сегодня 3 июля 2021 года. В Беларуси отмечается День Независимости Республики. Каждый год в этот день у меня нет ни радости, ни энтузиазма, ни гордости, ни воодушевления за эту историческую дату. Скажу честно, пока Беларусь будет отмечать праздники, основанные на войне, агрессии, пропаганде, никаких успехов и счастья для людей в стране не будет. Надуманный героизм прошлого это хороший инструмент спрятать провальное настоящее, избавить людей от проблем сегодняшнего дня, закрыть глаза на правду. Наличие таких дат, как День Октябрьской Революции, День Независимости и, конечно, 9 мая, это признак не силы, а слабости, неуверенности и страха перед будущим. Идеология разрушения и некрофилии жива и сегодня. Чем больше врагов, трупов, смертей, тем лучше для самозванца Лукашенко и его военной хунты. Только в отличие от простого советского солдата, этот усатый уродец воюет с собственным народом. Медали он дает не за героизм, благородство, поддержку товарища в бою, а за количество посаженных, избитых, изнасилованных, эмигрировавших и похищенных граждан. Награждает этот маньяк за унижение и взятие в плен женщин и детей. Как пел Игорь Тальков, чем хуже, тем лучше. Закон дураков. Вот цель этих штампованных совков. Халу и Лукашенко делают лучше для себя и хуже для общества. Лукашенко делает все возможное, чтобы белорус поверил, что он страдает во благо высшей цели, так же, как и мучились несчастные воины Второй мировой войны. Не гордость, а только жалость вызывает этот день. Сегодня белорусы зависит от ядовитой лицемерной истории. Официальный повод освобождения Минска от фашистов в 1944 году, который на тот момент входил в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Почитаем немного об этом. К лету 1944 года, по данным штаба партизанского движения, в лесах республики сражались 1255 партизанских отрядов, численностью свыше 370 тысяч человек. За годы войны был опущен под откос 11 128 эшелонов и 34 бронепоезда. Разгромлено 29 железнодорожных станций, 6000 мостов и 948 гарнизонов. Подорвано 18 700 автомашин и уничтожено 939 военных складов. Однако после освобождения этой территории, подчеркну, советскими солдатами Красной Армии, БССР не стала независимой. Она продолжила быть частью тоталитарной системы в СССР, пока не исчезла вместе с ней в 1991 году. И спустя три года была принята Конституция Беларуси, которая фактически и стала основой для настоящей независимости того государства, в котором, увы, вещает политический мутант Лукашенко. Не за счет советской истории и героизма он стал президентом Беларуси, а благодаря основному закону и развалу тоталитарной фашистской системы. Беларусскую Конституцию 1994 года, которая является основой свободы и суверенитета Беларуси, Лукашенко сейчас уничтожает. Но очень актуально и популярно мнение о том, что если бы немцы разгромили Советский Союз, нас бы не было и не было бы современной Беларуси. Откуда вы знаете? Вы что все пророки? Если бы Советский Союз был разрушен раньше, а лучше до 44-го и до 39-го года, наши предки жили бы лучше, свободней и счастливее, в отличие от нас. А мы вынуждены жить в рабстве. Да, не было бы меня, не было бы Путина, Лукашенко и слава богу, зато были бы другие люди, счастливые, довольные, цивилизованные, интегрированные в нормальное западное европейское общество. Диктатор каждый день подкачивает праздник 3 июля ядом советского прошлого. Чем больше внешних врагов, тем лучше для него. Ленин когда-то мечтал уничтожить Россию, добился успехов, уничтожил ее. Сейчас Лукашенко грезит добить нашу страну, Беларусь. И у него тоже все получается. Это государство, по сути сейчас, ребенок-урод, перенявший по генам все болезни, дефекты, патологию советской эпохи. А любой ребенок-урод, он когда-то умирает. И Беларусь при Лукашенко обречена на то, чтобы сдохнуть. Не умереть, а сдохнуть. Потому что это уже нечеловеческое создание. Это создание нечеловеческое. Это государство фашистское, тоталитарное, античеловеческое. И основанное на агрессии и полной вражде между обычными людьми. Речь уже не идет о политиках. Речь уже идет просто о наших гражданах, обычных гражданах. И главное из этих болезней, конечно, это заставить людей силовым методом поверить в правильность политики бряться не оружием. В правильность уничтожения и судилищ, которые конвейером продолжаются в нашей стране. Поверить в это должны люди, так же, как и должны были поверить несчастные воины Второй мировой войны, что они погибают как скоты во имя какой-то высшей цели. И что, какая-то высшая цель была достигнута? Нет. Советский Союз развалился. И никакого счастья никто не увидел. А эти несчастные самовары жили в закрытых пансионах. Скоты живут лучше, чем они жили. И что, ради этого они воевали? Нет. Но им устроила эта советская хунта, которая до сих пор правит в нашей стране. И цель бряться не оружием включает искусственное создание внешних противников, врагов, недругов. Все как в СССР. Если правитель не чувствует прочной народной поддержки, а ее никогда не было в СССР, и ее нет сейчас в Беларуси, ему хочется компенсировать эту несостоятельность за счет мифических захватчиков, которые каждый день, круглосуточно, изо дня в день думают, Как же этот колхоз советский вместе с этим убыточным несчастной экономикой захватить? И сотрудник Министерства обороны Беларуси, недавно выступивший на брифинге, апофеоз этой паранойи и шизофрении. Для него все новости, которые в интернете, заточены на то, чтобы Беларусь была развалена. Так же, как и в СССР, внешний мир был враждебен. И все события, которые происходили за пределами этой тюрьмы, были, по мнению хунты советской, враждебны этому государству. И все это приводит в конечном итоге не к победам, не к укреплению независимости, а только к изоляции и мировому позору. И в этом позоре 26 лет находится Лукашенко. А испанский стыд никто не отменял.